здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте джумла сенсей урок номер 120 мы продолжаем с вами разбирать компонент комьюнити билдер в этом уроке я хочу вам показать как можно при регистрации и вообще при редактировании профиля и чтобы на самом профиле выводилась пол то есть у нас могут зарегистрироваться как мужчина так и женщины и в каких-то на каких-то сайтах возможно это будет актуально распределить людей по половому признаку давайте посмотрим как это реализовать мы с вами переходим в админку переходим в комьюнити билдер дальше мы переходим менеджер полей и создаем новое поле заголовок я пишу пол или можем написать выбрать пол здесь по-английски не обязательно чтобы это было прям по-английски просто английскими буквами пишем значит пол далее здесь уже решаете где будет отображаться по умолчанию отображается везде в трех позициях в профиле при регистрации при редактировании нам здесь нужно выбрать тип мы с вами выбираем радио кнопка заодно сейчас и кто не знает вы поймете что это за такой фильтр радио кнопка дальше прокручиваем ниже здесь можете написать мужчина дальше здесь есть такая кнопка давайте ряд кликаем здесь пишем женщина или вы можете как-то по-другому написать мужской женский например или еще как-то дальше вот здесь исследуем и мы ставим да если хотим чтобы это отображалось в фильтре на странице пользователей чтобы человек мог по поиску людей также фильтровать на мужчин и женщин я ставлю да нажимаем сохранить закрыть далее мы нажимаем здесь закрыть переходим менеджер списков переходим пользователи то что мы с вами создавали переходим колонки и например в этой колонке добавляем новый ряд здесь мы выбираем обратите внимание если вы сразу здесь не увидите поле которое то что создали каждому полю автоматически поставляется с в и нижней подчеркиваем вот у меня пол слова здесь я выбираю одна строка заголовку нажимаем сохранить закрыть идем на сайт я здесь нажму выход нажму регистрация то есть мы сейчас с вами проверяем а вот у нас подставился здесь пол где мы можем выбрать только мужчин или только женщин вот смысл радио кнопки мы не можем выбрать 1 одновременно несколько каких-то параметров из данной опции мы можем выбрать что-то одно соответственно здесь может неограниченное количество быть каких-то пунктов потому что вы это можете использовать не только как мужчина женщина можно использовать это каких-то других критериях то есть просто по-другому называете другие здесь название и сколько угодно и вот человек при регистрации сможет указать мужчину он или женщина дальше если мы заходим в админку захожу свой профиль пол не задано соответственно это у тех людей которые регистрировался до того как я создал это поле мы заходим обновить профиль мы смотрим то есть как это выглядит то есть при редактировании профиля вот это пол выбираем мужчина нажимаем обновить и у нас здесь видите пол мужчина подставляется то есть и в профиле выводится и в редактировании у нас все работает теперь есть также возможность прикрутить картинку маленькую иконочку например вместо слов мужчина или женщина то есть при выборе пола будет подставляться картиночка как это реализовать сначала нужно подготовиться я скачал две картинки хочу чтобы у меня были вот такие иконочки да для мужчин и женщин вы можете скачать их в интернете размер в данном случае 32 на 32 пикселя но по моему они большие лучше использовать маленькие картинки 16 на 16 пикселей вы будете пробовать смотреть и уже сами решите потом какого размера использовать то есть иконки могут быть совершенно разные не обязательно именно такие может быть просто иконка персонажа здесь что нужно учитывать картинка должна быть формате png то есть с прозрачным фоном обратите внимание название у самих иконок мог быть цифры и английские слова то есть обязательно смотрите чтобы не было русских слов в названии файла то есть вот эти два критерия первую очередь нам нужно с вами эти две картинки загрузить к нам на сайт для этого мы можем перейти либо в медиа менеджер либо сразу давайте перейдем материалы создать материал нам нужно будет получить код этой картинки после того как мы загрузим их на сайт здесь мы как обычно выбираем с вами изображение я буду загружать картинки в корень перетаскиваю две иконочки в эту область и загрузить далее подготовьте текстовый блокнот то есть на компьютере мы временно сейчас там разместим код чтобы нам потом сюда больше не лазить кликаем по любой картинке вставить далее мы кликаем исходный код в редакторе вот у меня эта кнопочка нам нужно лишь получить вот этот код но без тгп то есть вот он заканчивается вот он начинается соответственно мы копируем без него примерно вот так копировать в текстовом блокноте я вставляю этот код об этом коде в который сейчас вы видите выше я сейчас вам расскажу чтобы вам не путаться здесь вот я понимаю вот по этому слову что эта иконка будет для женщин вы можете заведомо иконки как-то переименовать по-английски чтобы сразу определить для себя какая иконка будет для женщин какая для мужчин потому что здесь мы не можем понять какая у нас иконка да только из названия файла далее эту иконочку мы отсюда выделяем удаляем идем обратно изображение выбираем иконку для мужчин вставить и то же самое кликаем исходный код забираем отсюда код этой иконки копировать все мы здесь больше ничего делать не будем нажимаем отмена код я помещу также в блокнот далее мы выбираем комьюнити билдер и переходим менеджер полей ищем наш созданный ячейку значит пол заходим внутрь переходим параметры и пришло время поговорить о вот этом коде чтобы вам вот это все от руки не писать я подготовил то на своей странице ссылка будет в описании под этим видео когда вы кликните по ссылке вас перебросит на мою страницу вот здесь вы прокрутите страницу вот под видео этот самый код я распределил то есть разместил здесь чтобы вам просто от руки не писать скопируйте его отсюда и потом мы заменим кое-какие данные мне удобнее работать с блокнота поэтому я вам здесь покажу смотрите это некие параметры которые позволяют нам вывести иконку в нужном месте для начала мы сейчас ее подготовим смотрите когда мы с вами создавали это поле мы писали вот здесь название у вас может быть здесь свое название у меня sv-пол поэтому я копирую этот пол и в коде то есть вы можете с моего сайта этот код скопировать вставить в блокнот отредактировать так же как я сейчас и вот обрати обращаем внимание на первую строчку там где у нас мужчина видите sv-гендер то есть вот это sv-гендер это подразумевает вот это название но так как у меня здесь оно другое мне нужно прописать его здесь sv с нижним подчеркиванием это у нас повторяется а вот это слово я меняю на пол то же самое для следующей строки для женщин мы подстраиваем данный код под наши параметры вставляем также пол дальше смотрите название самого поля мужчина женщина у вас тоже может по-другому называться здесь это у нас вот значение мужчина женщина в общем вот это значение мужчина вы если оно у вас отличается от моего то вы его прописываете вот тут между кавычек аккуратненько ничего не удалив если вы писали так же как я мужчина женщина то вы эти поля не трогаете то есть вот здесь вы не трогаете и вот здесь вы не трогаете далее мы с вами скопировали путь к нашим картинкам соответственно я помню что вот этот мал это мужчина у меня я копирую этот код и вставляю там где мужчина обратите внимание вот здесь вот между вот этим вот кодом и вот этим закрывающим кодом между ними просто вставляем этот кусочек кода мужчина и фэмал это женщина контрол c также в нижней строчке кода то есть идентичное действие мы выполняем вот таким образом соответственно у вас может быть здесь больше полей то есть вы могли нажать добавить ряд и что-то еще написать потому что это может быть не обязательно мужчина женщина как я уже говорил может быть все что угодно соответственно если у вас больше полей вы абсолютно также можете здесь просто так дублировать код и менять вот здесь значение картинки да и соответственно менять вот здесь смотрите мы с вами копируем этот код но не забываем здесь вот еще вверху есть такое начало кода мы его тоже забираем то есть вот таким образом мы это копируем далее мы переходим параметры и вот эти вот как раз таки у нас пустые окна это там где выводить эти иконки и тут написано шаблон значения профиля мы это здесь просто проставляем и проставляем шаблон значения списка пользователей список это у нас вот эта страница участники то есть вот этот список пользователей чтобы выводилась здесь кстати вот сейчас видно написано пол не задано у всех пользователей да сейчас мы будем это проверять то есть шаблон значения списка пользователей Переставляем, то есть полностью дублируем код. То есть иконки выводим здесь и здесь. По желанию вы можете иконки вывести в других параметрах. Далее мы с вами нажимаем здесь сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. У нас пока просто написан пол. И ничего не отображается, скорее всего, потому что пол не указан. Я перехожу к себе. Я у себя пол уже указывал. Вот вы видите, иконка здесь отображается. Как я уже говорил, скорее всего, она здесь будет крупная. Поэтому здесь иконочка, наверное, подойдет 16 на 16 пикселей. И вам для эксперимента я покажу. То есть я зашел в редактирование. Вот пол. Например, выбираю женский. Обновить. И вы видите, иконка меняется на другую. То есть все достаточно несложно. Сейчас я поменяю иконку назад. Соответственно, то же самое вы делаете у других пользователей. То есть если при регистрации у нас здесь будет только мужчина и женщина. Никаких иконок нет. Я сейчас зайду под тестовым пользователем. Зайду к нему. А, ну это у нас модератор. Давайте я зайду, чтобы в списке мы могли это видеть. Зайду в Федор 5, например. Зайду к себе в профиль. То есть смотрите, пол, ничего нет, да? Мы переходим. Обновить профиль. Видите, не задан. Выбираем мужчина. Обновить. Все. У нас все работает. Далее мы переходим в участники. Вот видите, как будет выводиться это примерно здесь. Иконка большая. Смотрится не очень красиво. Соответственно, у других просто не задан у нас. Также можно поменять. Смотрите, мы можем с вами еще вывести иконку напротив имени. А здесь ее убрать вообще или оставить, чтобы показывался именно название пола. То есть мужчина-женщина. Как это делается? Мы с вами заготовленный код. Также копируем. Здесь мы закрываем в админке данное поле. И ищем формат name. Вот это значение. То есть вот это вот поле. Заходим в него. Переходим также в параметры. И здесь в третье поле сверху шаблон значений списка пользователей. Мы вставляем этот код. Но вот у этого кода начинающего, да, мы удаляем вот эти значения. Оставляем только вот это слово в квадратных кавычках. Нажимаем сохранить, закрыть. Идем на сайт. Обновляем страницу. У нас теперь выводится, видите, напротив имени иконочка и пол. И чем это хорошо? То, что у нас в модуле вот здесь вот svonline, кто онлайн, будут отображаться списки пользователей. И сразу будет видна у каждого иконка. То есть кто какому полу принадлежит. Соответственно, нам надо что-то делать, чтобы у нас вот здесь вот как-то это или изменилось, или это убрать. Что можно сделать? Мы с вами переходим, ищем пол, заходим в это поле. Здесь мы прокручиваем ниже и шаблон значений списка пользователей. То есть из списка пользователей, чтобы у нас не выводилось. Мы просто убираем код, нажимаем сохранить. При этом код оставляем вот здесь, да. Идем на сайт. Обновляем страницу. Здесь, смотрите, что у нас происходит. Там, где пол, у нас остается мужчина, а здесь, напротив имени, остается иконка. Это как вариант можно оставить. При этом, я забыл совсем сказать, у нас при поиске также появляется пол, потому что мы выбирали, чтобы в поиске отображалось. То есть мы можем, во-первых, искать пользователей по признаку мужчина и женщина, помимо вот этого, да, поиска. Ну, или совсем другой еще один вариант. А чтобы просто оставить Федор 5, то есть напротив имени иконка, она остается также в модуле «Кто онлайн». Мы позже разберем, кстати, этот модуль. Мы с вами его еще не трогали. И, конечно же, вот, например, отсюда, если хотите, чтобы убралось, то что мы можем сделать? Мы можем пойти в менеджер списков, перейти в наш список пользователей, да, перейти в фильтр, точнее, колонки. И вот это последнее поле мы убираем, сохранить. То есть это тоже как вариант. Переходим в участники. То есть у нас здесь не выводится пол. Здесь у нас напротив имени сразу иконочка идет. Кто онлайн модуль, также отображается. Здесь, конечно, исчезает поле поиска по подбору, по выбору мужчины или женщины, да. И, соответственно, при регистрации у нас это есть. То есть пол, мужчина, женщина. Здесь, конечно же, человек выбирает. Ну и, соответственно, если мы зайдем в профиль, редактировать, здесь человек также может управлять. Вот. То есть вот такие вот настроечки у нас существуют. На этом, я думаю, урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был интересен. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом здесь все. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok